Дарья Борисова Дарья Борисова С какого возраста вы берете детей к себе в лагерь? Есть ли в этой смене девчонки? Как вы воспитываете настоящих героев? В школе спецназа коллектив исключительно мужской. Девчонки приедут к нам позже и они тоже будут обособлены только девчонками. Что касается возраста и спецподготовки, безусловно мы предупреждаем и ребят и их родителей о том, что физическая подготовка в лагере довольно-таки сильная и детки, которые могут чувствовать себя некомфортно, им либо лучше подтянуться, либо настраиваться на то, что они могут здесь претерпевать некоторые трудности в плане физической подготовки. Потому что устают ребята серьезно, ночью сил уже на какие-то безобразия у них просто не находятся, да и днем поспать тоже хотелось бы. Возраст ребят с 12 до 16 лет. Но мы активно думаем на следующий год снизить возрастной порог и разработать особенную программу для ребят, для наших юных героев, скажем так. Приходят на самом деле к вам разные дети, да? И может быть где-то из трудных семей. Вот каким образом на протяжении смены дети меняются? Мы работаем с разными ребятами, но для нас совершенно не важно. Нет такого понятия трудная семья. Знаете, нет ничего более страшного для неокрепшей детской психики, как неокрепшая взрослая психика. Поэтому у нас в лагере такого нет. Команда высококвалифицированная. Вожатые – это душа лагеря. Они призваны создать определенный психологический климат. Инструктора – это такая надстройка, которая помогает вожатым настроить дисциплину, дать ребятам более четкие жизненные установки. Поэтому примеров, скажем так, положительного развития, если так можно выражаться в этом направлении, их масса. Вот, например, в прошлом году у нас был воспитанник, который категорически отрицал все, что происходило в лагере на протяжении практически целой смены. Но затем он проникся настолько, что после лагеря он вступил в юнармию, у него значительно улучшились успехи в школе. И как бы мальчик, он хочет связать свою жизнь теперь с вооруженными силами. И мы надеемся очень, что в будущем действительно вот это пребывание, эти 12 дней в лагере, они изменили его жизнь, его жизненные взгляды, философию. Потому что ребята, мальчишки, девчонки в возрасте 12-16 лет, они крайне подвижны с точки зрения своей психики, установок каких-то морально-волевых. Если чего-то не хватает в семье или в школе, мы очень рады, что это что-то ребята могут почерпнуть у нас. Каким образом вы подбираете к себе в команду вожатых и инструкторов? Это люди военные, может быть, прошлых лет военные? Ребята, которые проходят у нас обучение и по вожатскому, и по инструкторскому направлению, они, безусловно, отбираются предварительно. Ребята-инструктора все сертифицированы и имеют отношение в прошлом к военной службе, либо состояли в военно-патриотических клубах, либо в своих регионах занимались детишками военно-патриотических клубов. То есть я хочу сказать, что они действительно представляют, о чем они здесь говорят, и это немаловажно. Именно поэтому контакт взрослый ребенок, он хорошо налаживается. А ребята-вожатые – это в основном студенты педагогических вузов России, не только Москвы, но и России. Мы их подбираем, собеседуем. И за два года работы у нас уже сформировался такой хороший плотный костяк вожатых, которые хотят ездить на все лето работать, которые хотят ездить к нам в лагерь, и которые подтягивают тех, ну, так скажем, молодую поросль вожатскую, которые приходят к нам впервые. Все-таки откройте секрет. Есть ли направленность в этом детском отдыхе, что дети потом все-таки возьмут и выберут профессию военного? Лукавить не буду. Мы, безусловно, надеемся, что благодаря пребыванию в нашем лагере ребята решат связать свою жизнь с вооруженными силами и с армией, и выбрать какую-то из военных специализаций. Но вместе с этим жесткой профориентации на это и жесткой какой-то жесткого вектора развития на это у нас нет. Я понимаю, у вас каждая смена, она специализирована. Вот сейчас мы видим, как ребята подготавливаются, будут стать будущими спецназовцами. А что дальше? Может быть, вы приоткроете завист тайны? Следующая смена будет посвящена школе разведки. Затем будет смена настоящего мужчины. Она, возвращаясь к предыдущему вопросу, она как раз-таки менее военно ориентированная, наверное, из всех. То есть больше мы говорим о лидерстве, об этикете, о взаимоотношениях с обществом, о том, как мужчина должен себя позиционировать в современной действительности. Далее следует смена для девочек. После этого школа военно-воздушных сил для мальчиков. И две школы медиков. Одна мужская, другая женская, соответственно. Почему две смены, посвященных военной медицине? Потому что в прошлом году эта смена была только у девчонок. Ну и, скажем так, мальчики обиделись. Поэтому в этом году практически весь август будет у нас таким специфическим, медицинским. Как устроен быт отдыхающих у вас детей? Ребята живут в комфортабельных сферах, по 12 человек. Обстановка в сфере спартанская, скажем так, двухъярусные кровати, шкафы и, собственно, все, кондиционер. Много не разложишь вещей, скажем так, но на это цели у нас и нет, и задачи. Температура в сфере комфортная. Ни жарко, ни холодно. Все ребята регулируют сами и под четким руководством и контролем вожата. Питаются ребята в столовой. Здесь питание осуществляет ВЕНТОРК. Меню согласовано с точки зрения норматива детского питания для летнего палаточного лагеря. Полоса препятствий, я думаю, что вы ее заметили, ее невозможно не заметить. Это наша жемчужина, проходя мимо. Та зона, в которой мы находимся сейчас, это зона игры в лазертак. Так скажем, видно укрепления, в которых ребята играют. Неправильно говорю, играют. В которых они отрабатывают навыки, полученные на теоретических занятиях. Масса спортивных зон, площадок, санитарные модули, отдельно стоящие, в которые оборудованы комфортабельными душевыми кабинами, туалетами, зонами для мытья рук, ног, сушками вещей и прочим. В эту смену единовременно на территории лагеря прибывает 268 детей. И что остро интересует наших родителей, горячее водоснабжение организовано круглосуточно на протяжении всей смены. Поэтому, в принципе, на чуть больше 4 гектар земли в парке Патриот мы смогли расположить довольно-таки удобную структуру и для детей, и для взрослых, которые здесь с ними работают. Дарья, но все равно это очень переживательный момент, когда родители привозят, пускай хоть и на 12 дней, своих детей к вам в лагерь. Все-таки это военная подготовка. Дайте совет, пожалуйста, как не переживать. Не стоит ли здесь стоять под окнами и говорить, отдайте моего ребенка, я вижу, ему так тут сложно, он тут бегает или нет? Или все-таки же нужно проявлять стойкость характера родителям? Стоит отпустить ребенка и дать ему шанс на адаптацию, социализацию в коллективе лагеря. Это, на самом деле, очень острый вопрос. Большое спасибо, что вы его задали. Дорогие родители, прям надо отрываться, правда, от детей, детям от родителей, потому что ребята учатся здесь в первую очередь навыку общения. Мы забираем гаджеты, у детишек нет телефонов, у них нет возможности заряжать свои гаджеты. Конечно, они хитрят, конечно, они пытаются где-то найти розетку, пронести телефон, подзарядиться. Но это все не нужно здесь, потому что основная направленность нашего лагеря как раз-таки вернуть вот этот момент живого общения мальчишек друг с другом, перенимание опыта от инструкторов и вожатых к детям, обмена какими-то мнениями, впечатлениями именно живого. Потому что, к сожалению, молодежи в настоящей не хватает этого. Скажите, почему сейчас такая популярность, вот именно на такой детский отдых? Мне кажется, что все глубоко лежит. И, наверное, это идет из проблемы 90-х, потому что в то смутное темное время, когда не было ничего, я сама ребенок 90-х, я сама отдыхала в детских лагерях, будучи ребенком, и я прекрасно помню, что в лагере не было ничего, кроме сухого распорядка. Мы просыпались, завтракали, делали зарядку, завтракали, шли на море, возвращались, обедали, тихий час, море, пели какие-то песни вожатские еще времен давних и светлых, ужинали, и два варианта вечернего досуга. Либо дискотека, либо просмотр некого кинофильма, отбой. И так, собственно говоря, 21 день. Но под конец первой недели у любого ребенка уже начиналось некое такое нестабильное состояние, когда это все надоедало. Но заняться было нечем, к сожалению, не было профессиональных кадров, ничего не было. И, наверное, взрослые были на тот момент в этом не виноваты, потому что не было базы, не было основы, на которой можно было бы развиваться и что-либо делать. Поэтому, когда это время начало, к счастью, подходить к концу, люди поняли, взрослые, которые могли что-то поменять, что-то привнести новое, лучшее, что так дальше нельзя. И поэтому, на мой взгляд, общество было переориентировано на высокоморальные ценности, на патриотизм, на любовь к своей родине, к семье. На первом месте родина, на втором семья, на третьем работа, а дальше все остальное. Поэтому, ну это, наверное, правильно. И, наверное, правильно передавать какие-то идеалы. Не наверное, а совершенно точно правильно передавать идеалы детям. И нам кажется, что то, что мы здесь делаем, и то, что мы говорим, и то, как мы это преподносим, оно поможет подрастающему поколению ориентироваться на то, о чем я говорила выше. Дарья, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. Это была программа «Специальное интервью». Спасибо, что смотрите нас. До встречи.